Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие Красного университета Фонда Рабочей Академии и Ленинградского интернет-телевидения. Здравствуйте! Занятие у нас сегодня семинарское. Мы будем обсуждать вторую книгу науки логики Гегеля «Учение о сущности». И прежде чем мы начнем, давайте мы так построим наше занятие. Сначала товарищи, которые здесь присутствуют, может быть, выскажутся по поводу тех вопросов, которые были заданы. Потом я расскажу о том, какие работы я проверил, которые были загружены в СДО. В целом могу сказать, что есть такое общее замечание к работам. Достаточно часто я встречал эту неточность или даже иногда ошибку, связанную с тем, что, когда рассматривают товарища сферу сущности, они все еще пребывают, такое ощущение, в сфере бытия. И вот там используются категории сферы бытия, хотя в сущности все эти категории уже сняты. То есть, если и можем говорить, например, о становлении в сущности, то становление не предстает перед нами как единство бытия и ничто в сущности. Вот если вы обратите внимание, у Гегеля в тексте, он использует категории, например, становление у него возникает, когда он рассматривает рефлексию. И он говорит, что становление, оно принимает в сущности другую форму движения от ничто к ничто. То есть, там нету бытия, переходящего в ничто, и ничто, переходящего в бытие. Так как рассматриваются рефлективные определения, то движение имеет место от ничто к ничто. Таким образом, что я хочу сказать. Вот такой прямой перенос категории сферы бытия на категории сферы сущности, он не приводит к успеху. Более того, он приводит зачастую к очень серьезным ошибкам и в анализе действительности, и в анализе исторических некоторых фактов. Я потом об этом на это время потрачу и скажу, каким ошибкам это может привести. Но в целом, вот имейте в виду такое общее замечание, что категории сферы бытия имеют в сфере сущности вид снятых категорий. То есть, вся сфера бытия снимается в сущности, соответственно, все категории предстают в снятом виде. Значит, если говорить о тех работах, которые я проверил, их, по-моему, было 69 или 70 штук. Я все проверил, которые были на 4 часа вечера сегодняшних. В целом видно, что товарищи изучают науку логики, значит, списанных там с каких-то учебников совсем таких работ, либо одна, либо две. Если говорить о том, какие оценки я поставил, я поставил всем оценку за чтено, кроме двух товарищей. Я думаю, что эти товарищи сами разберутся и заново пошлют, точнее трех даже, заново пошлют свои ответы. У двоих товарищей это связано с тем, что они пытались присоединить файл, и у них это не получилось, я его не нашел. Поэтому вы хотите, с одной стороны, больше доложить проверяющему своих идей через файл, а с другой стороны, получается, что вы забыли присоединить, забрали загрузить, или он сам не загрузился, и получили незачет. Так что я рекомендую излагать коротко и сжато в той форме, которая средства дистанционного обучения вам позволяют заполнять. И один товарищ написал, значит, текст без пробелов вообще, то есть там пробелов не было вообще. То есть, ну, естественно, можно еще и буквы переставить в словах, и русский язык настолько избыточен, что мы все равно будем понимать этот текст. И я даже могу разобраться, но, дорогие товарищи, все-таки давайте к тому, что вы пишете, излагаете преподавателям, относиться все-таки как к некому законченному тексту, который должен иметь некое оформление. И все-таки пробелы между словами надо ставить. Вот, я думаю, что товарищ поправит это и загрузит свой ответ заново, и тогда этот ответ будет проверен. Но в целом, я думаю, что сегодня мы разберем там большинство вопросов, и будет понятно товарищам, кто как ответил на эти вопросы. Давайте переходим к ответам, кто хочет выступить по поводу вопросов, поставленных на семинар. Давайте. Представляетесь, говорите, на какой вопрос будете отвечать. Керемик Константин, слушатель почвенного отделения Красного университета. Отвечаю на первый вопрос. Сущность, как снятое бытие. Рассматривая узловую линию отношений меры в сфере бытия, мы замечаем, что, рассматривая узловую линию отношений меры в сфере бытия, мы видим, как с количественным изменением качества изменяется само качество, происходит скачок, то есть перемена постепенности. Но также мы замечаем, что, несмотря на все эти изменения, иммунитным остается что-то. То, что позволяет, например, в воде превращаться в лед, льду обратно в воду и в пар и обратно, соответственно, раз это сохраняется, значит, есть определенная вещь. Так как она есть, но... Да, но что-то сохраняется, но не в сфере бытия. Да, мы замечаем, что сохранение происходит не в сфере бытия. Потому что в сфере бытия, да, ну давайте мы... Значит, мы должны эту сферу бытия отрицать. Каким образом мы ее отрицаем? Мы отрицаем с удержанием. То есть происходит снятие всей сферы бытия, переходит она в сущность. Сущность, как снятие, это отрицание с удержанием. И в самой сфере сущности происходит некое самодвижение. То есть движение категории не от бытия к бытию, как в сфере бытия, а от ничто к ничто. То есть самодвижение... А почему так происходит? Потому что нету нечто того, к чему можно было бы перейти. То есть нет того иного, который, например, в сфере бытия переходит от... Не совсем, не совсем так. Ну, это тоже правильно, это вы правильно замечаете, да, что ничего иного в сфере сущности нету. Никакого иного. Так как нету бытия в сфере сущности, то единственное, к чему оно должно прийти, это к своему, так скажем, отрицанию. Но так как мы имеем дело в сфере сущности, и это берется как ничто, то это происходит по то. Единственное, к чему мы придем, это к еще одному бытию, которое мы снова должны брать ничто, то есть брать его как положенное. То есть именно в своем ухождении, то есть в отрицании. Да, все абсолютно правильно. Да, и в этом смысле мы как раз получаем, вы сразу же перешли к категории рефлексии и категории рефлективных определений. Спасибо, отлично, да. Ну здесь я комментарий еще дам, один дополнительный. Значит, зачастую, и в каком-то ответе я это видел, значит, говорят о неких законах диалектики и о том, что вот количество переходит в качество. Ну такое утверждение делал, количество переходит в качество в диалектике. Это правильно, но истиной, конечно, это не является, потому что сначала мы рассматривали одно качество, потом мы рассматривали безразличное изменение к качеству, количество, потом мы рассматривали меру как единство количества и качества, потом получалось узловая линия отношения меры, прерыв постепенности и переход именно в другое качество. То есть мы не возвращаемся назад, а приходит другое качество, ну и повторение того же самого количественных изменений, опять той же самой узловой линии отношения меры, прерыв постепенности и всего прочего. То есть здесь надо иметь в виду, что когда мы говорим об этом переходе, качество меняется в другое качество, а не то, что мы возвращаемся назад и ходим в этом, в учении бытии, в учении, значит, бытии, да, по кругу. Такого движения не происходит. Хорошо, значит, мы разобрались то, давайте разобрались с таким образом, что у нас сущность предстает перед нами как отрицание бытия. А можно сказать, и истинно было бы сказать, что, и вот многие товарищи писали это, что сущность это отрицание наличного бытия. Так можно сказать, товарищи? Нет, потому что там все в бытии. Ну вот это было правильно, это правильно, конечно, утверждение, как сущность это отрицание наличного бытия, снятие количества и качества, вообще любой категории сферы бытия, сущность. Но это не будет истинное утверждение про сущность. Сущность это все-таки отрицание или снятие бытия вообще, всякого бытия. И категория наличного бытия там возникает сразу же, потому что когда вот мы получили эту сущность, мы рассматриваем ее, и она предстает перед нами как бытие. Какое бытие? Наличное, очевидно. И категория наличного бытия опять возникает. Но вот говорить, что сущность есть снятие наличного бытия, было бы не истинным. Хотя правильно, так можно сказать, это правда будет. Точно так же в этом смысле сущность снятия там, например, качества или количества. Так, хорошо. Кто еще хочет выступить? Давайте пойдем дальше, посмотрим, какие категории нам еще встречаются. Давайте. Здравствуйте, Аунов Андрей, слушатель очного отделения первого курса Красного университета. Я бы хотел ответить на пятый вопрос. Это вступление в сути дела существования. Так. Противоположность, нет, противоречие уходит в основание. Исключенное противоречие уходит в основание. Почему исключенное противоречие? Почему вы называете исключенным? Исключенное, потому что исключенная рефлексия. Исключающая рефлексия. Стороны противоречия исключают себя, да, поэтому исключающая я. Противоположность, да, исключили себя. Но они не исключили все-таки, оно разрешилось или ушло в основание. Это так-то, как бы, они не исключили себя. Это в каком смысле, они самоуничтожились, что ли? Нет, снятие — это отрицание судержания. Ну и поскольку в противоречии единства относительно борьбы абсолютно, то основание выступает основанием того, что из него вылезти. Отрицанием основания является основанное. Единство основания и основанного — это основа. По списанному. Основание — это категория сущности. Но поскольку основанное является отрицанием основания, то отрицанием отрицания, скажем так. И мы усматриваем в этом некое появление бытия. Это должны появиться условия еще, правда ведь? Да. Значит, поскольку единство основания и основанного — это единственное условие возникновения этого бытия. Если не будет единства между основанием и основанным, отсутствуют условия возникновения бытия. Условие взято как бытие. Если рассмотреть его через отрицание, то мы получим предпосылку. Если не будет предпосылки для единства, мы не получим никакой основы, которая... Мы не получим никакой основы, которая являясь единством основания и основанного... Ну, тут вы немножко запутались, да, потому что на самом деле и в основании есть основанное, и в основанном есть основание, безусловно. Тут как бы... Значит, это вы верно все говорите, то есть проговариваете вы это верно. Вот. А следующее... Если появляются условия, да, для какого-то основания, то... Для сути дела, да, то она вступает как раз в свое существование. И вот категория существования — это основание и условия. С предпосылкой. Да. И это будет категория существования тогда. Ну, вот. И... Рассматривая полученное, мы видим, что в сущности появилось бытие. Восстановленное через сущность бытие есть существование. Да. Это вот первый раз... Первый раз это бытие проявляется вот... В сущности здесь. Первый раз оно появляется так явно. И тут уже, кстати говоря, уже можно говорить об ответе на десятый вопрос — самоотрицание сущности. Ну, вот она так и сама себя отрицает. В том смысле, что там бытие все проявляется, проявляется, проявляется в каждой новой парной категории рефлективных определений, да, которые мы будем изучать. Там явление, закон, действительное и не действительное, причины и действия. В них вот вторая категория, которая относится к сфере уже бытия, она прям непосредственно... Ну, в конце концов все это приходит к сфере бытия, и мы таким образом перейдем в сущность. Происходит... О, извините, в понятие. Произойдет самоотрицание сущности. Хорошо, спасибо. Так, кто еще хочет выступить? Давайте про существенное и несущественное. Это вопрос достаточно простой, но многие на нем запнулись. Товарищи, кто хочет рассказать про существенное и несущественное? Вы не хотите? Давайте. Про что вам хотите рассказать? Нет, если вы хотите про что-то другое, расскажите про что-то другое. Это может быть сразу, если с подсказкой, может быть и на следующее сразу. Существенно... Мозговой день. Существенное и несущественное бытие. То, что несущественно, и сущность есть то, что существенно. А что это... Это откуда взялось-то? Давайте это какое-то движение увидим. Движение? Да. Всякое бытие в сущности отрицается. Да. В сущность вообще есть отрицание всякого бытия. Ну и что мы делаем? Мы всегда в диалектике рассматриваем то, что у нас есть. Значит, мы договорились до того, что сущность – это отрицание всякого бытия. Вот рассматриваем сущность. Она... Вот мы ее как умственным взором рассматриваем пока, как отрицание бытия. Да? Да. Ну и как? Она предстает перед нами просто как наличное бытие. Ну, она есть? Это отрицание бытия есть? Есть. Есть. Значит, это бытие. Наличное бытие. Так? Значит, получается, что у нас само бытие, оно куда-то пропало? Нет. Ну, она снялась, конечно. Но снятие – отрицание с удержанием. Значит, бытие тоже есть вообще-то. Оно никуда не пропало. Так. Значит, мы получаем, а оно какую форму имеет? Ну, тоже наличного бытия. Ну, точно так же, как наличное бытие перед нами предстает. И вот у нас получается такая картина. Как раз с точки зрения такого, ну, как бы третьего внешнего наблюдения у нас получается два наличных бытия рядом просто положенных. Одно является иным другого. Одно, можно сказать, не другое. Но, значит, сущность, она не просто наличное бытие, а определенное наличное бытие. Какая у нее определенность? Какая у нее? Вот в этой паре у сущности есть определенность. Но это не просто наличное бытие, да? У нее есть какая-то определенность. То есть, есть некая… Что такое определенность? Но это небытие, принятое в бытие так, что конкретное целое имеет форму бытия. То есть, это некое небытие, которое надо рассмотреть в сущности. Ну, что является определенностью сущности, если мы ее рассматриваем как наличное бытие? Ну, это же не простое наличное бытие. Мы как-то к нему пришли? Ну, и определенность является то, что она… То бытие, с которого мы начали, является определенностью сущности. Что это не абы какое наличное бытие сущность здесь предстает, не абы каким наличным бытием. А ее определенность, то есть ее небытие в этом смысле, будет как раз то изначальное бытие. Вот вся сфера бытия является определенностью сущности. Вот такая получается картина. То есть, с одной стороны, они как бы одинаковые, два наличных бытия. С другой стороны, разные. Потому что все-таки у сущности есть вот такая определенность, которой у бытия нет. Ну, и вот здесь как раз возникает… Почему эти две категории парные возникают? Существенные или несущественные? Вот когда мы так рассматриваем бытие и сущность, как просто пару вот такую. Но в этом смысле сущность отличается от бытия. Вот именно в этом отличный, у нее есть определенность. Тогда мы можем говорить, что вот мы получили вот в таком виде эту пару. Два наличного бытия. Но одно наличное бытие имеет определенность. И в этом смысле она отличная от первого наличного бытия. И мы их называем… Как называем? Существенные. Существенные или несущественные. Вот и все. То есть, то, что вот в этой паре есть бытие, называется несущественные. А то, что есть сущность, называется существенное. Вот. То есть, до этого как бы, ну, надо дойти. Гегель потратил все-таки там две странички на это, но… Это не просто так вот. То, что есть, это существенно, а то, что нет, это несущественно. Не так, не так получается. Так. Дальше что? Дальше есть следующий вопрос. Нет, ну давайте. Какая тут же категория, еще одна появляется в рассмотрении? Видимость категория такая. Точно, видимость. Как ее нам бы добить? Так, ну тут я, конечно. Кто может добыть категорию видимость? Надо подсказать. Ну давайте я подскажу. Вот мы рассматривали, еще раз, мы рассматривали существенное и несущественное. Значит, теперь рассматриваем существенное, то есть как бы это сущность. Но оно у нас как наличное бытие, то есть бытие здесь осталось какое-то. Мы же рассматриваем оно как наличное бытие, то есть мы говорим бытие. Поэтому то, что в существенном бытие, это видимость. Это не сущность, а всего лишь видимость. Ясно. Видимость – это то, что наличное бытие. Мы уже таким образом отрицаем все время, как только мы хватаем бытие в сфере сущности, мы его сразу же отбрасываем. Говорим, не-не-не, это не сущность. И вот здесь происходит то же самое. То есть мы ухватили какое-то бытие. Опять вроде, вот мы сущность нашли, она рядом с бытием лежит. В форме наличного бытия. И мы говорим, не-не-не, постойте, здесь же тоже бытие. Это не сущность, это видимость только. Хорошо, спасибо. Спасибо. Так, кто хочет еще выступить? Ну что, давайте, если желающих пока нету, может быть, старающие подумают и еще решат выступить, давайте перейдем к тому, что нам слушатели заочно выставили, какие ответы. Так, сейчас постараюсь. Давайте я скажу, кому я поставил зачет. Перечислю просто пока фамилии. А потом мы разберем типичные ошибки, которые встречались в определении тех или иных категорий. Так, Александр Владимирович Алексеев, зачет с замечаниями. Иван Сергеевич Антипов, зачет с замечаниями. Михаил Леонидович Беглов, зачет с замечаниями. Даниэль Эдуардовна Бранте, зачет с замечаниями. Наталья Вячеславовна Буданова за счет с замечаниями, Владимир Булыгин за счет с замечаниями, Руслан Владимирович Быковский за счет с замечаниями, Лида Васильева за счет с замечаниями, Кирилл Александрович Ватазин за счет с замечаниями, Федор Герасимов за счет с замечаниями, Николай Сергеевич Дзюин за счет с замечаниями. Да, товарищи, я здесь подчеркиваю, что оценка-то, конечно, зачтено, но я просто говорю о том, что когда я ставлю оценку «зачтено», есть некие замечания к работе. У тех, кто просто оценка зачтена, найти можно замечания где угодно, но я не стал особо настаивать. Александр Михайлович Даровский зачтено с замечаниями, Алексей Александрович Емельянов зачтено с замечаниями, Валерий Григорьевич Кибец зачтено с замечаниями, Андрей Клюшенков зачтено с замечаниями, Вячеслав Владимирович Кореньков зачет с замечаниями, Михаил Дмитриевич Кузнецов зачет с замечаниями, Вадим Людвигович Куликовский, зачет с замечаниями, Валерий Алексеевич Ларионов, тоже зачет с замечаниями, давайте буду просто читать фамилии тех, кто получил зачет, оценку зачет с замечаниями. Денис Александрович Марченков, Александр Родионович Минеев, Виталий Валентинович Орлянский, Алексей Владимирович Павлов, Денис Анатольевич Потокин, Михаил Андреевич Пластинин, Андрей Владимирович Раскатов, Ярослав Максимович Ребезов, Роман Владимирович Серов, Айгар Алексеевич Станевич, Владислав Стрельников, Сергей Александрович Сухов, Сергей Юрьевич Татузов, Иван Андреевич Трошин, Олег Чучалин. Дальше идет группа товарищей, которая получила незачет, как я уже еще раз повторяю, просто пришлите ваш ответ еще раз, а товарищ, который не разделяет слова пробелами, разделите их и вышлите еще раз. За чтену оценку получают следующие товарищи Никита Ирикович Абсалямов, Андрей Алымов, Борис Александрович Ардуханян, Азадбек Акалбекович Бекмаматов, Сергей Белянов, Дмитрий Викторович Богомолов, Антон Михайлович Войтович, Михаил Николаевич Гавриков, Максим Владимирович Гордевнин, Максим Денисович Дмитриев, Дасан Жумагильдиев, Максим Анатольевич Заварин, Евгений Александрович Исаков, Дмитрий Александрович Исакович, Иван Сергеевич Калентьев, Виталий Игоревич Карпов, Константин Сергеевич Киривник, Александр Эдуардович Кобельков, Сергей Николаевич Кравчук, Александр Левин, Алиса Станиславовна Медведева, Иван Андреевич Мележек, Максим Юрьевич Мещеряков, Денис Валерьевич Мозговой, Стелла Мордовина, Александр Сергеевич Нехнаев, Александр Петров, Иван Михайлович Разумовский, Павел Сергеевич Сазонов, Юрий Александрович Селеёстров, Сергей Васильевич Снегирёв, Денис Степанов, Виктор Викторович Тимошенко, Максим Михайлович Цандо, Спиридон Александрович Чекалов, Алексей Михайлович Чопа, Олег Николаевич Шишков, Александр Ярошек. Появились вот ещё работы, которые тут товарищи выслали, но их проверю я позже. Ну что, давайте перейдём к тем замечаниям, которые я товарищам заметил, и разберём их. Александр Владимирович Алексеев отвечает на все вопросы. Значит, товарищи, когда вы хотите получить оценку «Зачтено», вам на все вопросы отвечать не нужно. Более того, вы, с одной стороны, облегчаете мне задачу, а с другой стороны, её усложняете себе. Я вот могу прочитать любых два вопроса, и если они неправильные, то поставить вам оценку «Незачтено». Вот, поэтому выберите два любых вопроса, чтобы наверняка, на самом деле, одного достаточно даже. И ответьте на них. И на оценку «Зачтено» этого достаточно. Не надо отвечать на все вопросы, пытаться на всё вот ответить. Вам не хватает и места для этого, и слов просто. Вот товарищ пишет, сущность, снятая бытие, это правильное утверждение. Учение о сущности изучает то, что не налицо. Сущность – это отрицание наличного бытия, снятое наличное бытие. Ну вот мы это обсудили, что... Утверждение, конечно, это правильное, но сущность определять, как снятие наличного бытия только, нельзя. Вообще говоря, категория определенного наличного бытия или нечто – это тоже снятое наличное бытие. Понятно, да? Потому что каждая следующая категория является снятием предыдущей. И вот когда мы добываем категорию определенного наличного бытия или нечто, там как раз снимается различие, разница между отрицанием, реальностью, качеством и наличным бытием, и остается только определенное наличное бытие. То есть вот это тоже снятое наличное бытие в этом смысле. Здесь надо быть более точным. Существенное и несущественное, пишет товарищ, видимость-видимость сущности. Ну это неправильно. Что существенное и несущественное – это невидимость сущности. Вот видимость мы определили сейчас, это как раз то бытие, которое есть в существенном, и которое сущностью не является по этой причине, поскольку это бытие. Соответственно, это видимость только. Антипов Иван Сергеевич, город Москва. Отвечает товарищ на разные вопросы. Отвечает сначала на четвертый, потом на первый, потом на седьмой. Так странно как-то. Ну ладно. Вот на первый вопрос товарищ пишет. Отрицание наличного бытия, снятое наличное бытие, называется сущностью. Опять. Почему-то наличное бытие вы, товарищи, пытаетесь отрицать и снимать. Изучая сущность, мы не судим по виду, а отрицаем внешний вид, углубляясь. Какой внешний вид? То есть вы как-то все сводите к какому-то внешнему виду. Чьему внешнему виду? Сущности? В сущности нету внешнего вида. У сущности есть форма, скажем. Но форма – это достаточно более сложная категория. Она не имеет отношения к сущности в самом начале, как отрицание или снятие наличного бытия. Так, идем дальше. Белов Михаил Леонидович, город Минск. Существенно или несущественно разбирает товарищ вопрос и пишет. Сущность есть существенное существование в противоположность несущественному. Я вот это, честно говоря, видел здесь неоднократно. То ли где-то у вас плохой перевод науки и логики, то ли еще что-то. Ну и дальше вот вы пишете. Их различие является внешним, не затрагивающим само это отделение, которое относится к другому. И это правильно. Вот здесь хорошо замечено, что это внешнее именно различие, как мы тут только что разбирали. Сущность есть определенное существование по отношению к несущественному. Потому что сущность понимается как снятое бытие. Почему существование? Категория существования. Вот мы тут с товарищем пытались определить ее. И это значительно более сложная категория, чем существенная и несущественная. Существенная и несущественная – это прямо первое различие, которое возникает в сфере сущности между сущностями и бытием. Взятых как наличное бытие. И то, и другое. Поэтому я пытался найти, может быть, где-то Гегель об этом пишет, но в моем переводе такого нет. Не знаю, где вы это нашли. Так что здесь я его просто аккуратнее писал. Наталья Вячеславовна Буданова. Закон и явление, как необходимость и случайность, они противостоят друг другу. Закон есть всеобщая, единственная действительность. Неправильно. Почему это закон стал действительностью? В явлении то, что соответствует законам, является действительным. А то, что закон не соответствует, действительным не является. Так что почему закон есть всеобщая, единственная действительность, я не очень понимаю. Явление специфическое, единичная действительность. Одна из многих действительностей. То есть получается, что действительности много у вас оказывается. Это неверно. Между законом и явлением имеет место плавный переход, то есть нет резкой грани. Вообще никакого перехода между законом и явлением нет. Закон и явление – это рефлективное определение сущности, в сфере сущности. Есть закон, есть явление. Закон проявляется в явлении, закон является. То, что в явлении соответствует закону, то есть сущности самой, называется действительностью. Является действительным. Поэтому здесь никаких граней нет и так далее. Здесь нельзя так механически подходить. Тоже можно сказать о явлениях. То есть явлений у вас много. На самом деле закон один. В сущности закон один. И он является. И тем самым является сущность. Существуют более частые и менее частые явления. То есть менее редкие и более редкие. Но это какой-то механистический подход совершенно. Непонятно, откуда вы это взяли. Так. Дальше идем. Владимир Булыгин. Сущность – это отрицание всякого бытия. Разобрались. Правильно. Бытие находится в снятом виде. То есть в отрицании с удержанием. Бытие находится в отрицании. Это вот как-то какая-то странная постановка вопроса, что бытие в отрицалое в полном находится. Бытие – сущность есть снятое бытие. То есть отрицание с удержанием. Не бытие в отрицании с удержанием находится. Что бытие-то отрицает. Бытие ничего не отрицает. И это я видел несколько раз тоже. То ли вы списываете это с одного места. То ли как-то где-то оговорился. Не знаю, может на лекции Михаил Васильевич как-то неудачно сформулировал. Но не находится бытие в отрицании с удержанием. Нету такого. Поэтому отрицание всякого бытия назовем не бытие. А существование. Отрицание всякого бытия мы назовем сущностью. А не существованием. Несущественное – это некое бытие в себя и для себя в противоположность существенному. Да. Это два момента в одном. Два движения в одном. И оба они принадлежат самой сущности. При этом не совсем важно, что мы вначале берем за существенное, что за несущественное. И вот это я тоже видел несколько раз, как минимум. То есть товарищи полагают, что получается два движения в одном. Две. Улавливаете, что здесь получается? Что это получается некое становление. То есть есть бытие и есть ничто. А есть... Значит, они в единстве находятся. Вообще говоря, вот так вот, когда мы говорим о существенном и несущественном, они в единстве-то и не находятся ни в каком. Они вообще находятся во внешнем созерцании. И никакие моменты чего-то одного, они не предстают перед нами. Тут нельзя применить категории сферы бытия. Вот так становление сюда не прилепить. А у вас получается, что есть два движения в одном. То есть есть сущность, она же бытие, видимо. Или ничто. Есть второе движение в одном. Тоже бытие или ничто. Но в становлении не важно, что брать за бытие, что за ничто. То есть там бытие и небытие, они абсолютно... Бытие и ничто, прошу прощения, они равноправны в становлении. Одно переходит в другое. И оно же... И наоборот. Да. А нельзя сказать, что бытие и сущность – это моменты понятия? Нет, так нельзя сказать. Они в единстве-то не находятся. Нет, моменты понятия все-таки будут совершенно другие. Моменты понятия, скажем, будут... Это то, что находится... Еще раз, моменты – это то, что неразделимо. Значит, в понятии у нас там будут моменты такие, как единичное, всеобщее и особенное. Вот это будут моменты. То есть как только мы говорим о единичном, мы говорим о всеобщем, когда о всеобщем, говорим об особенном и так далее. Но это мы будем разбирать дальше. Я думаю, что это не синтез понятия сущности и бытия. Ну, в этом смысле можно говорить, но это оно не представляет. Еще раз. Если мы говорим вот здесь именно говорится... Ну, действительно, бытие от сущности в понятии нельзя разделить. Бытие от сущности в понятии. Это правда. И в этом смысле можно сказать, что это моменты. Но никакого тут движения, как в становлении... Здесь товарищи хотят представить вот это именно движение в становлении. Что эту категорию становления применить вот здесь. И также в понятии она неприменима, категория становления. Да, как моменты, как просто нераздельное что-то. Потому что в понятии это бытие, через которое просвечивает сущность. То есть все, они не разделились в этом смысле. Нераздельное. Вот. А здесь же все-таки я хочу обратить ваше внимание, что речь идет именно о становлении. И здесь товарищи пытаются применить категорию становления. В чем здесь, так сказать, подвох основной и к чему это может привести все? Значит, давайте еще раз разберемся. Если есть становление, то есть бытие ничто. Они в единстве находят. Одно переходит в другое. Бытие переходит в ничто. Ничто переходит в бытие. Одно движение – это возникновение. Другое – прихождение. То есть есть и в этом смысле там становление, бытие ничто, они одинаковые. Значит, если мы это переносим точно так же в сферу сущности. И вот в сферу существования и существенного, несущественного, извините. Тогда получается, что у нас на самом деле две сущности. Одну мы можем как бы за бытие брать, а другую за ничто. Или наоборот. И это неправильно совершенно. В сущности она одна. И как раз вот такую ошибку делают товарищи, которые пытаются разобраться в вопросе о сущности государства. Некоторое время назад велась такая теоретическая дискуссия, которая, в общем-то, на сегодняшний момент закрыта, так или иначе. В вопросе о том, собственно говоря, с какого же момента сущность государства, сущность в Советском Союзе, сущность государства изменилась с диктатуры пролетариата на диктатуру буржуазии. Во-первых, надо сказать о том, что сущность любого государства – это диктатура господствующего класса. И если мы ставим на такую позицию, что мы в сфере сущности применяем категории сферы бытия, то есть категории становления, то вот и получается, что у нас есть как бы две сущности, и одна переходит в другую. То есть медленное прихождение диктатуры пролетариата и возникновение диктатуры буржуазии. И вот они так в единстве, как будто его получаются. И вот такая картина рисуется некоторыми товарищами. На самом деле, в сфере сущности, вот эти изменения в сфере сущности, то есть изменения сущности происходят одномоментно. И в этом смысле, именно поэтому Владимир Ильич Ленин особо подчеркивал в работе государства и революции, что либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии. Не может быть одновременно и того, и другого. И не может одна переходить медленно в другое в смысле категории становления. Одна разлагается, а другая как бы набирает ход. Такого тоже не может быть. Изменение сущности, то есть революция в этом смысле, когда класс или контрреволюция, да, и революция, и контрреволюция, но в данном случае мы рассматриваем контрреволюцию, она происходит одномоментно. То есть это некий один момент. А дальше все разложения, все прихождения, оно находится в сфере бытия. А сфера бытия для общества, это сфера, что такое общественное бытие? Да, это общественное производство. То есть в общественном производстве мы как раз можем различить вот эти вот загнивания, разложения, там вот это всяческое там, все те пороки, которые можно наблюдать с 61 года в разложении общественного производства. И как раз здесь идет единство капиталистического производства, когда капиталистический способ производства находится в возникновении, а коммунистический способ производства находится в прихождении. То есть в общественном бытие, в общественном производстве мы это можем увидеть, вот это движение. А в сущности такого движения нету. Поэтому в сущности надо сказать либо одно, либо другое. Ну а отсюда, в том числе отсюда, надо сделать вывод о том, что рассуждение о том, что диктатура пролетариата разлагалась, приходила, и еще там используются различные категории сферы бытия, так такое рассуждение является ненаучным и неприменимым в сфере сущности. Вот, и такое рассуждение, если бы товарищи, которые так рассуждают, они науку и логику немножко изучали, то они бы поняли, что в сфере сущности таких категорий применить нельзя. Категории сферы бытия. Вот, идем дальше. Значит, что мы получаем отсюда? Что если мы делаем вот такие ошибки просто в изучении, даже в изучении науки и логики, то получается, что вот это такое рассмотрение, механистически примененное в сфере сущности, оно потом может быть применено уже к рассуждению, когда мы говорим о сущности более конкретной, о сущности государства, и там мы можем сделать очень большие ошибки, серьезные ошибки, идеологические и политические. А из этих ошибок следуют политические выводы. В частности, из-за того, что некоторые товарищи нам утверждают, что диктатура пролетариата, вот она так приходила, разлагалась до 91-го года и в 91-м году сменилась диктатурой буржуазии, только в 91-м году, они говорят о том, что диктатура пролетариата – это такое орудие, которое пролетариат ставит себе на защиту, на защиту своих интересов экономических прежде всего, и это орудие их приводит благополучно к диктатуре буржуазии. То есть, подготавливает все для того, чтобы передать в руки общественное бытие, в руки буржуазии. Вот и все. Вот к чему приходит такое рассуждение в сфере уже применения к идеологии. Таким образом, мы видим, что ошибка в изучении науки логики, она может простираться значительно дальше и привести к очень серьезным идеологическим просчетам и выводам неправильным. Поэтому следите здесь, пожалуйста, за этим моментом. Еще раз, я не знаю, где это вы нашли. Я специально посмотрел у Гегеля, и он говорит о становлении, но он прямо подчеркивает, что становление специфическое, и здесь движение происходит не бытия в ничто, а ничто в ничто движется. И это уже не то становление, которое мы видели в сфере бытия. Это как раз именно то снятое становление, которое имеет уже совершенно другую форму, снятый вид. Так, идем дальше. Продолжаем разбирать. Давайте закончим с разбором ответа Владимира Булыгина. Еще отвечает на вопрос товарищ о явлении законе и говорит, что закон есть спокойное отражение явлений. Почему вам не нравится формировка, что закон есть спокойное в явлении? Почему вам нужно это слово отражение? То есть вы хотите как бы... Понятно, что речь идет, конечно, о рефлексии. Рефлексия – это и есть отражение. Все рефлективные определения, то есть все парные определения – это одно отражается в другом. Понятное дело. Можно так говорить. Но все-таки закон есть спокойное в явлении. Более чеканная формулировка. У вас не одно явление, а явлений. У вас их много оказалось. Так. Ну что, идем дальше. Руслан Владимирович Быковский. Существенно это наличное бытие в сущности. Ну мы разобрали, что это не совсем верно. Так нельзя говорить. А раз оно находится в сущности, то оно уже не бытие. Существенно это и есть сущность. Вот сущность, взятая как наличное бытие, это и есть существенное. Именно в отношении самого бытия, несущественного. Существенное и несущественное – лишь моменты одной сущности. Но опять же, можно сказать, что они здесь в единстве. Но становления здесь нет. Товарищ пишет. Тождество есть только как тождество различного. Да, это все правильно. Тождество – это равенство с собой. Различие – это неравенство с собой. Нет, это не так. Тождество – это и есть. Тождество различного. Вот категория тождества определяется через саму себя. Тождество как тождество различного. А различие как различие тождественного. Вот такие вот категории две. Поэтому они противоположны в этом смысле, они образуют противоречия, они стороны противоречия и так далее. И отсюда можно все развернуть. Дальнейшее движение категорий. Да, в тожестве есть различие, а в различии есть тожество. Именно потому что тожество есть тожество различного, а различие есть различие тождественного. Лида Васильева, город Рига. Абсолютно правильно Лида Васильева отвечает на вопросы и в конце как раз замечает, что к основным законам диалектики относятся закон единства и борьбы противоположностей, закон перехода количественных изменений в качественный и обратно. Почему обратно? Закон отрицания отрицания. Во-первых, про закон перехода количественных изменений в качественные. Количественные изменения накапливаются и изменяется качество. А что значит обратно? Кто обратно переходит? Совершенно непонятно. Во-вторых, почему вы эти законы относите к основным законам диалектики? Я вот этого не могу понять. Но где у Гегеля написано, что это основные законы диалектики? Да, Энгельс в диалектике природы выделяет эти законы, как законы диалектики. Он их выделяет. Но, по-моему, он их основными там не называет, во-первых. А во-вторых, все-таки диалектика природы, если вы обратите внимание, это все-таки такой незаконченный труд у Энгельса. Так что, как бы, тут надо аккуратно быть, когда мы говорим об основных законах. Вся диалектика представляет собой систему категорий и переходов между ними. И закон – это категория, одна из категорий в сферы сущности. Поэтому говорить о каких-то специфических законах диалектики не приходится. Единство и борьба противоположностей – ну, есть такое понимание противоречия, как единство и борьба противоположностей. Или исключающие рефлексии. Но о чем нам вот говорит формулировка закон единства и борьбы противоположностей? Мы хотим сказать этим, что во всем есть единство и борьба противоположностей. И это тоже правильно, потому что в категории диалектики и категории сущности можно найти везде, они всеобщие. Поэтому, если мы говорим о единственной борьбе противоположностей, то есть о противоречии, все есть противоречия, противоречия есть везде. Поэтому можно говорить, что везде можно найти, отыскать единственную борьбу противоположностей. И в этом смысле, поскольку это является, можно говорить в этом смысле о законе единства борьбы противоположностей. Но еще раз, это одна из категорий в большой системе категории диалектики. И вырывать их оттуда и говорить, что вот три закона и все, и вот эта диалектика в этом и заключается, это неправильно. А закон отрицания и отрицания. В чем смысл? О чем здесь идет речь? Совершенно непонятно. Так, ну что, давайте сделаем перерыв, наверное, небольшой, и потом продолжим. Продолжаем наше занятие, товарищи. Значит, вот тут в перерыве мне прислал один из товарищей, товарища Мордовина, товарищ Высковский, Сергей Владимирович, достал свой файл и получает зачет. Ответ хороший, мне понравился. Так что, вот товарищ один подсуетился и быстренько вопрос решил. И зачет я в СДО уже поставил. Так, значит, прежде чем идти дальше, я хочу обратить ваше внимание на то, что, значит, на определение рефлексий. И вот крайне рекомендую, чтобы понять, что такое положенность, прочитать несколько абзацев. Ну, вообще, надо все читать, конечно. Ну, особенно, вот, значит, вообще, когда мы говорим, что что-то положено, мы, ну, непонятно, что имеется в виду. То есть, многие товарищи не понимают, что мы имеем в виду. А на самом деле положенность, это, как бы, мы берем с отрицанием. И положенность – это одно из определений именно рефлексии. Вот положенность встречается в полагающей рефлексии. И как раз вот, значит, пишет Гегель. Это есть положенность, непосредственно, исключительно лишь, как определенность, или как рефлектирующая себя. То есть, когда мы говорим о положенности, мы говорим о таком наличном бытие, которое мы взяли с отрицанием. Положенное – это наличное бытие в сфере сущности, можно сказать, взятое с отрицанием. И дальше, вот когда речь идет об определяющей рефлексии, как единцеполагающей внешней рефлексии, вот тут в первом пункте я крайне рекомендую прочитать его всего, чтобы разобраться, что такое положенное. И чтобы вот с этой категорией положенности у вас возникло полное понимание. Вот, это я хотел такое замечание сделать. Значит, тут про положенное где-то видел, и вот мне пришло в голову, что стоит это еще раз порекомендовать перечитать товарищам. Так, вы хотели выступить. Давайте. Дмитрий Николаев, слушатель первого курса. Хочу продолжить цепочку рассуждения о сущности прийти к торжественному различию. То есть, мы пришли к видимости, и это положенность бытия. Соответственно, для того, чтобы найти сущность, мы должны выполнить ту же операцию. Операцию снятия, снятие бытия. Снятие бытия — это отрицание бытия. И поэтому мы выполняем отрицание того, что мы обнаружили, пытаемся найти эту сущность. И мы таким образом придем к той же паре, существенное и несущественное. И так у нас вначале было отрицание бытия, и мы же пришли к другому отрицанию бытия. Соответственно... Ну, все-таки вот как-то непонятно, почему... Значит, когда мы говорим о сущности, мы еще раз, мы должны прийти к категории рефлексии. Категория рефлексии — это отражение. То есть, мы смотрим, пытаемся разглядеть... Ну, так, это аналогия, конечно, такая бытовая. Мы пытаемся себя разглядеть в зеркале. То есть, мы не можем посмотреть на себя, мы не можем посмотреть на сущность как таковую. Как только мы ее взяли, мы сразу же должны сказать, нет, это не сущность. Мы отрицаем вот это, отталкиваем это. И берем, значит, не это. То есть, берем это с отрицанием. И вот это называется рефлективное определение. У нас вот эти пары возникают, которые называются рефлективными определениями. Получается, существенно без, несущественно не может быть. Вот именно она является рефлективным, примером рефлективного определения. Ну, так можно говорить, да. Хорошо, так. Получается, что одно отрицание тоже не может быть без другого отрицания, но является рефлективным относительно предыдущего отрицания. И таким образом, мы для бесконечности отрицаем общая сущность. Как равное само себе отрицание, если мы имеем одно отрицание бытия и другое отрицание бытия, как равное само себе отрицание, есть тождественное. Но как одно отрицание, это не то же самое полученное, а другое отрицание, они различные. И так как мы говорим об одном и том же, то есть нечем сущности, соответственно, они единственные и тождественные, и различные. Поэтому мы можем говорить, что тождественное может быть тождественное различного, только различного, и различие, есть различие от тождественного, да. Но вот смотрите, как получается. Значит, мы различили рефлексию, вот это вот, Гегель пишет о том, что рефлексия – это свечение сущности в самой себе. То есть, ну вот, как я, собственно, говорил, привел пример с зеркалом, да. Потом он говорит, что сущность соотношения сама с собой, вот в этой рефлексии, есть чистое тождество. То есть, он рассматривает, на самом деле, чистое тождество. Есть, как бы, вот он сначала логически, он приходит к чистому тождеству, на самом деле, если вы посмотрите во второй главе. Да, просто, значит, да, просто, простое соотношение с самой собой, чистое тождество. Телефон – есть телефон, я – есть я, книга – есть книга. То есть, это вот тождество. Но и тут же он сразу же замещает, что нет-нет-нет, это есть то ее определение, со стороны которого она скорее есть отсутствие определения. Что такое определение? Ну, это вот, что-то мы можем сказать об объекте, да, об объекте исследования, когда мы об определении говорим, или об определенности, да. Здесь никаких определений нету. Телефон – есть телефон. Какое вы определение телефону дали? Это тождество, абстрактное тождество, чистое тождество, как он называют здесь. И, значит, полным, вот дальше он говорит, что подлинным определением служит именно различие. И при том различие распадается на две части, да, как внешнее различие, или, по-моему, он пишет безразличное различие. Такая-такая тоже. Это разность просто, да. Вот. А потом, значит, разность... Есть разность вообще, а есть как противоположная разность, или как противоположность. То есть он вводит противоположность, а потом противоположность, раз в противоположности есть стороны, одна сторона противоположна, другой, и вот получается противоречие. Между ними рефлексия находится исключающая. И поскольку мы тут только что изучали рефлексию и говорили, что любая рефлексия является и определяющей, и полагающей сначала, потом внешне, потом единство – это определяющей рефлексией. То есть получается, что у нас две стороны противоречия, одна противоположность, другая противоположность, они в единстве, они образуют рефлексию, исключают друг друга и полагают друг друга. Вот такую форму принимает противоречие. Как пришли их противоположности от рождественного и различия, они не равны саму себе, поэтому противоположны. Ну да, да. Хорошо? Ну так, да, немножко ухватили мы движение здесь как раз. Хорошо, да. Скажите, пожалуйста, а что значит, ну это чуть-чуть назад, что значит рефлектированное в себя? Еще раз. Значит, когда я смотрю в зеркало, я на кого смотрю? На себя. Но в себя, в отраженного себя. Так ведь? Я ведь смотрю, когда я смотрю в зеркало, меня интересует не зеркало, а именно я в зеркале. То есть я смотрю в отражении, но я на самом деле смотрю на себя. И в этом смысле это рефлексия в себя самого. Вот. Ну или взятое через, можно сказать, что такое зеркало, что такое отражение в зеркале, это не я, так? То есть я смотрю на свое отрицание, но на самом деле, то есть я беру себя как отрицательного. То есть я беру себя как свое отражение, как не себя. И это называется рефлексия в самого себя. Ну и все определения в сфере сущности, они имеют такую форму. То есть как только мы берем что-то, мы не можем в сфере сущности взять определение как бытие, потому что это тогда сразу же будет не определение сущности. Как раз почему я выросла назад, потому что иное, вот у него объясняется, как рефлексия в себя со снятием и на бытие. А где? Давайте смотреть конкретно, где? Ну вот. Здесь нет рефлексивного. А то, что изменяется, определенно быть другим, не каким-нибудь иным образом, а тем самым, оно поэтому ставится в том другом, в которое переходишь. Лишь самим собой таким образом оно положено как рефлектированное себя со снятием и на бытие. Оно есть тождественное собой, нечто по отношению к которому, следовательно, и на бытие составляющими системы его момента есть некое отличное от него, не принадлежащее ему, самому, как такому нечто. Ну, значит, о чем идет речь? Что когда мы изучаем нечто, вот мы получили нечто изменяющееся, да? Равное самому себе и неравное самому себе. Ну, а тут еще почему? Он сначала еще говорит, вот, он приводит пример, что вот есть истинная, типа, ну, я материалистически истолкую, что есть, типа, истинная природа и дух как другое... Не, я не понимаю, почему вы противопоставляете природу и дух? Что это такое? Он приводит пример, что, мол, вот есть дух как истинное нечто, и поэтому природа определяется просто как иное вот этого истинного нечто. Нет, когда мы... Ну, вы про примеры какие-то, я, честно сказать, примеры не очень хорошо помню, что какие-то он там приводит, потому что меня они в уныние вводят, когда он начинает о духе там разглагольствовать. Значит, смотрите, что нам нужно получить фактически, когда мы хотим категорию изменения получить, нам нужно получить нечто, равное самому себе и неравное самому себе одновременно. И в этом смысле, как бы, снятие инобытия происходит, то есть, когда он это изучает, вот, нечто, оно переходит в иное. Но в то же время это то же самое нечто. И в этом смысле это снятие инобытия. Ну, то есть, как бы, иное снимает само себя и становится этим же самым нечто. То есть, это не про иное, что иное само по себе, это, ну, как, снятое, рефлектируемое себя за снятием инобытия. Ну, хорошо, можно так говорить, он же применяет это к рассуждению, иное и новое есть иное, об этом идет речь. То есть, он на самом деле к иному, и на бытие и новое исследует. Вот, и в этом смысле получаются вот эти определения. Но поскольку эти все рассуждения верны также и для нечто, нечто иное, они одинаковы в этом смысле. Значит, мы можем сказать и про нечто, и таким образом нечто изменяющееся становится. Просто непонятно, он тут говорит рефлектируемое творчество, а непонятно, что это такое. Ну, давайте я почитаю, может быть, когда мы будем понятие изучать, я на этот вопрос попытаюсь ответить. Аккуратнее я почитаю, что там пишется, хорошо? Давайте таким образом поступим. Или вы можете прямо Михаилу Васильевичу в лоб задать этот вопрос, он может ответить сразу же. Ну, я посмотрю к следующему нашему занятию. Так, давайте идем дальше. Кирилл Александрович Ватазин. Опять товарищ рассматривает существенное и несущественное. У него это два момента в одном, два движения в одном, и оба они принадлежат самой сущности. То есть сущность как-то представляет он как становление опять. Так. Противоречие – это процесс взаимопроникновения и взаимоотрицания противоположностей. Это какое-то вульгарное такое понимание. Взаимопроникновения вы имеете в виду, что они в единстве. А взаимоотрицание – это то, что они друг друга исключают. То есть единство и борьбу вы заменили двумя словами, новыми, как вам кажется. Взаимопроникновение и взаимоотрицание. Почему вам эти слова больше нравятся, чем единство и борьба противоположностей? Не очень понятно. Да, вообще в науке всегда, вот, да возьмите там какие-нибудь определения в математике. Любое определение возьмите, его можно там описать так, что оно, там, определение предела, да. Его можно описать так, что оно будет совершенно непонятно. Но есть чеканные формулировки. И вот в будущем матмехе там требовались нас пять определений этого предела знать. Как отче наш. И за незнание любого, ну, одного из определений, там, разные, так называемые, разные языки. Язык Epsilon Delta, язык выколотых последовательностей, язык множеств и так далее. Любое незнание сразу же автоматически означало два балла на экзамене, вне зависимости от того, что было сказано до этого. Поэтому все-таки формулировки – это важная вещь, вот, даже в точных науках, и особенно в точных науках. Но и в диалектике, и в науке логики формулировки очень важны, поскольку они выработаны годами и вообще, говоря, придуманы, ну, так, людьми, можно сказать, ну, если мы говорим о формулировках Гегеля, то здесь некоторые формулировки просто гениальные. Да, то есть он в некотором смысле человек гений, потому что он продвинул человечество вперед, значительно выстроив эту систему. Вы отказываетесь эти формулировки, ну, возьмите формулировку «хорошо» Владимира Ильича Ленина, значит, и ее используйте, но у вас получается, что у вас взаимопроникновение и взаимоотрицание. Где вы это взаимопроникновение и взаимоотрицание нашли? В словаре в каком-нибудь, скорее всего. Так, идем дальше. Герасимов Федор Михайлович, ну, город Новый Уренгой. Да, вот товарищ Герасимов пишет, обычно мы привыкли изучать то, что налицо, а то, что является отрицанием, отрицание с большой буквы, того, что налицо, оно внутри, оно сущность. Внутри пишется слитно, во-первых. Во-вторых, зачем вы отрицание ставите с большой буквы? Вы что имеете в виду здесь? Вы как бы хотите ему какой-то придать этой категории какой-то больший смысл, чем она имеет? Вот я знаю, что имена пишутся с большой буквы, но у категории нет имен. И слово «бог» пишется с большой буквы. Вот вы здесь не на это намекаете случайно? Так, отрицание на пробел личного бытия. Что такое «на личное бытие»? Непонятно. Снятое «на личное бытие» называют сущность. Во-первых, не «на личное бытие» снятое, а «бытие» называют сущность. Всякое снятое бытие вообще называют сущностью. А во-вторых, слово «на личное» вы два раза написали раздельно. И это неправильно. Следите за тем, что вы пишете. Так, существенное и несущественное. Сущность есть снятое бытие. Она не непосредственно. Увидеть сущность невозможно. И потрогать сущность не получается. Это вы ловко замечаете. Если взять на личное бытие, его надо подвергнуть отрицанию, потому что оно не сущность. То есть то, что было перед этим, несущественное. Да не так существенное и несущественное выводится. Как оно выводится, мы это... А то, что получили, существенное. В каком смысле? Что-то вы проговорили про наличное бытие. В общем, здесь какой-то каламбур у вас получился. Обратите внимание, мы это движение в самом начале сегодняшнего нашего занятия обсуждали. Так, Николай Сергеевич Дзюин. Вот, вот, вот. Значит, это словарь пошел. Противоречие диалектическое отношение противоположностей внутренне присущих предметам и явлениям природы и общества как источник развития объективного мира и познания. То есть это чисто списано из словаря. Причем, заметьте, так я могу любую категорию описывать. Что такое становление? Это диалектическое отношение между бытием и ничто. Кто-нибудь может с этим поспорить? Нет. То есть слово диалектическое как бы оно может, в него можно запаковать там все, что нужно, вы как бы запаковываете слово диалектическое и потом называете категории. Что такое это, значит, понятие? Это диалектическое отношение сущности и бытия. Ну, прекрасно. Значит, товарищи, не используйте плохие словари. Здесь вот в том, что вы написали, очень так красочно и очень ярко описана пустышка. Здесь ничего нету в этом сообщении. Так, закон, спокойное объявление. Ну, это правильно. Зачтено. Емельянов Алексей Александрович. Сущность как снятое бытие. Отрицание наличного бытия, снятое наличное бытие, называется сущностью. Опять, почему-то наличное бытие вы все время хотите отрицать, а не бытие вообще. На что бы мы ни посмотрели, интересует не сам предмет, а то, что скрывается за ним, его отрицание. Исследуется не непосредственное, то есть бытие, а то, что опосредственно этим бытием. Ну, действительно, сущность опосредствована бытием, поэтому с этим не поспоришь. Существенное и несущественное. Несущественное – это бытие, существенное – это сущность. Вот это неправильно. Мы рассматривали, когда, вот еще раз, существенное бытие называется несущественным только в одном случае. Если оно взято, рядом положено с сущностью. В этом случае это несущественное, а сущность тогда существенная. А не просто бытие это несущественное. Вот давайте мы возьмем самое начало науки логики. Чистое бытие. Бытие есть. Несущественное. Товарищ нам сообщает, что бытие это несущественное. Но это неправильно. Существенное и несущественное только вот в этом соотношении бытия и сущности появляется. Кибец Валерий Григорьевич Цюрих. Сущность, снятое отрицание, то, что имеет существенное. Снятие это категория отрицания сферы сущности. Ну приплыли. Значит снятие это категория отрицания сферы сущности. Нет, снятие это категория, которую мы нашли в самом начале учения бытии. А вы нам тут рассказываете, что снятие это категория сферы сущности. Не пойдет так. Противоречия. Вот. Вот тоже товарищ. Причем вот здесь товарищ явно не списал. Здесь вот как-то просто применяет противоречия, изучает товарищ. И сейчас вы увидите как противоречия категории сферы сущности. И как у нас выглядит становление. Зачитываю. Противоречия есть единственная борьба противоположностей, в котором каждая из сторон составляет все противоречия. Хорошо. Наличие противоречий порождает движение, с помощью которого противоречия разрешаются. Причем новое в противоречии появляется, набирает силу, побеждает старое, которое исчезает. Новое становится старым. А на место нового, которое становится старым, появляется другое новое. То есть налицо видно действие категории прихождения и становления в изменяющемся бытии. Опа. То есть мы говорили о противоречии, говорили о сущности, а налицо оказалось действие категории прихождения и становления в изменяющемся бытии. То есть вот это типичный пример, когда товарищи путают сферу сущности и сферу бытия. В сфере бытия есть становление, изменяющееся нечто. Там есть прихождение и становление, все там нормально. Но не надо тянуть именно эти категории чисто механически в сферу сущности. В хорошем, как мы выяснили, это дело не заканчивается. Андрей Клюшенков. Отрицание сущности это существенное и несущественное. Существенное отрицание несущественного. Пустые отрицания существа несущественное. Непонятно, что вы здесь имели в виду. Закон отрицания явления. Ну да, закон не есть явление. В этом смысле, конечно, закон отрицания явления. А явление не есть закон. Это понятно. Это разные категории. А потом вы пишите. Закон спокойное явление. То есть, если явление успокоилось, то это закон. Вот когда стоит только явление успокоиться, стоит закон. Нет. Спокойное в явлении. Есть явление, и в нем есть спокойное. То, что в нем спокойное, это есть закон. Так. Кореньков. В.В. Отрицание наличного бытия, снятие на пробел личного бытия с удержанием называется сущностью с большой буквы. Значит, наличное бытие отдельно. Наличное бытие отрицается. Опять же, не всякое бытие. И сущность с большой буквы. Куликовский, Вадим Людвигович. Да. Смотрите как. Диалектическое противоречие – это взаимодействие противоположных и взаимоисключающих явлений, которые вместе с тем находятся во внутреннем единстве и взаимопроникновении, выступая источником самодвижения и развития объективного мира и познания. Ну, то есть, красиво. Красиво говорит товарищ только, когда мы говорим о противоречии, во-первых, кто-то знает не диалектическое противоречие? Я вот не знаю. Значит, в противоположность диалектическому есть метафизическое понимание. Когда речь идет об, ну, абсолютизируются моменты противоречий, и там противоречия вообще нету. Или о формальной логике, когда речь идет. Там противоречий вообще нету. Поэтому, когда вы говорите «диалектическое противоречие» – это масло масляное. Никакого другого противоречия, кроме диалектического, не бывает. Так, а в… Нет, виноват, виноват. Значит, бывает в этом смысле, что если вы возьмете в математике, есть такой метод доказательства от противного. И там, когда доказывают, что-то предполагают, доказывают, 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 и приходят к противоречию. То есть, к противоположному тому, от чего начинали. И говорят, это противоречие, все, заканчиваем. Все. Вот такое противоречие бывает. Это, ну, как бы не диалектическое, видимо, вы это имеете в виду. Но это вот в математике, как только на противоречие наталкиваются, сразу же все останавливается. И считается, что все, да, ну, в формальной логике, да, что все закончено. Еще раз. И если мы говорим «противоречие», мы имеем в виду именно диалектическое понимание противоречия, «противоречие», как исключающую рефлексию или единство и борьбу противоположностей. Да, а дальше находится во внутреннем единстве и взаимопроникновении. Опять взаимопроникновение. Вот это вот взаимопроникновение, оно из какого-то плохого словаря попадает в этот текст. «Выступая источником сонодвижения и разбития объективного мира и познания». Во-первых, противоречие является источником любого движения. Источником любого движения, в том числе развития, в том числе объективного мира и в том числе познания. То есть вы как-то так обрезали, то есть словарь за вас обрезал, и вы это тут выдали. Идем дальше. Валерий Алексеевич Лорионов. Да, тут почему-то я выделил все. Давайте зачитаем. «Сущность, как снятая бытие. В науке логики сущность занимает свое место в движении мышления от предельно абстрактного в мышлении к конкретному в мышлении. В науке логики это вторая часть логики. Не вторая часть, а вторая книга, во-первых. Ну и дальше движение мышления от предельно абстрактного в мышлении к конкретному в мышлении. К конкретному в мышлении мы пришли, когда изучили категорию становления. Вот когда мы изучили категорию становления, мы уже пришли к конкретному в мышлении. Потому что конкретное отличается от абстрактного лишь тем, что абстрактное это одностороннее взятое не без противоречия а конкретно это взять взятая в противоречии первая противоречивая категория это категория становления которые есть противоречия чистое бытие отрицает себя и становится развлеченным в себе но как на личное бытие чистое бытие отрицать себя и становится развлеченным в себе ну она отрицает себя в том смысле что происходит движение от чистого бытия к на личном бытие почему на разлеченным в себе становится этим бытие противоречит себе как наличное и неналичное что такое не на личное бытие это непонятно не наличная есть сущность Вот опять. Есть у меня подозрение, что кто-то транслирует сущность как снятое наличное бытие или неналичное бытие в каком-то, то ли учебнике, то ли в какой-то плохой книге. Но, товарищи, еще раз, сущность – это не снятие наличного бытия. Вы тоже самое пишете. Сущность проявляется количественно разными сущностями нечто. Это что-то уже запредельное. «Рассматривая противоположное наличному бытию, мы рассматриваем сущность, то, что сохраняет в снятом виде бытие, его отрицая». Нет, не так. Не сводится все к отрицанию наличного бытия. Сущность как снятое бытие – это отрицание наличного бытия. И вот это правильно. То есть, поскольку сущность является отрицанием бытия, как снятое бытие, снятое бытие вообще, она в том числе является отрицанием наличного бытия. Это с этого мы начинали. Сущность и непосредственно дана познается опосредованно. Это посредом, видимо, она значит, познается. Опосредствовано. Но если вы откроете словарь «Даля», то там написано, что «опосредованно» и «опосредственно» – это синонимы. Вы найдете такое. Но если вы будете читать Ленина подряд, то слово «опосредственно» использует очень много, где «опосредственно» нигде не использует. Потому что, когда вы говорите «опосредственно», вы говорите, что есть некое средство, которое привело к результату. Постигается сущность постоянным отрицанием. Сущность видится, но тогда она не сущность. Когда сущность выходит в наличность, то есть в деньги, видимо, тогда она порождает действительность, содержательное бытие. Действительное снимает бытие отрицаемое сущностью. Ну, в общем, здесь мешанина какая-то из награждения и правильных мыслей, и совершенно неправильных утверждений. Минеев Александр Родионович, город Москва. Сущность – отрицательная категория. Отрицает бытие. Бытие находится в снятом виде. То есть в отрицании с удержанием. Да, мы говорили, что бытие не находится в отрицании. Ни в каком отрицании бытие не находится. А бытие снимается сущностью. То есть отрицается с удержанием. Они находятся в снятом виде, в отрицании. Ну, в снятом виде еще можно говорить. Но нельзя говорить в отрицании с удержанием. Что это такое? Бытие в противоположной сущности есть несущественное. Оно имеет относительно неопределения снятого. Вот бытие в противоположной сущности есть несущественное. Это правильное утверждение. Оно имеет относительно неопределение снятого. То ли вы хотели сказать определение снятого? Да, оно имеет относительно сущности определение снятого. То есть несущественное, когда мы говорим о несущественном, мы сразу же понимаем, что это бытие, снятое, есть сущность, и они находятся рядом положенным. В этом смысле существенное относительно сущности или относительно существенного имеет определение снятого. Да, это правильно. Но вы пишете совсем другое. Однако поскольку оно относится к сущности как другое лишь вообще, то сущность не есть собственная сущность, но только другое, иначе определенное существование, существенное. Значит, тут у вас, когда вы говорите о существенном, у вас почему-то существование вылезло. То есть категория, которая значительно позже, чем категории существенного и несущественного. Существенное и несущественное – это очень простые категории. Никакого существования тут нет пока. Так, различия, разность предметов, рассматриваемая в динамике, их отношения как изменяющаяся величина. Различия характеризуются несовпадением предметов и тенденцией увеличения их разности в развитии. Значит, все просто. Различия – это различия тождественного. Как тождество – это тождество различного. И все. Какие предметы, какие тенденции, какое развитие, какая динамика – здесь понять невозможно. Вот когда точные формулировки и определения подменяются вот на такое, получается мешанина, получается эклектика. Свалили все в один мешок, встряхнули и выдали. Противоположность – это различия между предметами, выросшие до максимальных размеров. То есть они оформились в субстрат. И это вот уже субстрат чьего-то мозга. Сторону явления – элемент системы, который влияет своим существованием на предметы, находящиеся в единстве, которые развиваются в противоположных направлениях. Ну вот, есть чеканные формулировки науки и логики, а есть вот такое. Так что, товарищи, будьте бдительны и читайте науку логики, а не всякую ерунду. Раскатов Андрей Владимирович – сущность е, снятая на личное бытие опять. Станевич Айгар Алексеевич – сущность е, снятая бытие, которая имеет форму отрицания е с содержанием. Какая форма отрицания е с содержанием, понять невозможно. Оно не является формой бытия, в которой заложено что-то глубокое. Я не понимаю этой фразы. Что вы хотели этим сказать – непонятно. Сергей Юрьевич Татузов. Да, вот тут Сергей Юрьевич тоже понаписал. Сущность и бытие – философские категории, отражающие всеобщие формы предметного мира и его познания человеком. Сущность – это внутреннее содержание предмета, выражающие в единстве всех многообразных и противоречащих форм его бытия. Бытие – то или иное выражение предмета, внешние формы его существования. Эти категории выражают переход от многообразия наличных форм предмета к его внутреннему содержанию, их единство к понятию. Сущность заключает в себе момент отрицания, но не сводится к нему, он утверждает связь единства вещей и явлений. Вот это вот типичный пример того, что читается плохими преподавателями на философских факультетах. То есть эклектика, нагромождение фраз. Таким образом, зато приходит товарищ к выводу, сущность является снятием бытия. За что товарищ получает оценку за чтено, но я ему по-прежнему рекомендую читать науку логики. Все, это все работы, которые я хотел сегодня разобрать. Давайте, если у кого-то есть вопросы по сегодняшнему занятию или любые другие вопросы под любым другим занятием, давайте я на них отвечу. А так, все. Если вопросов нет, тогда на сегодня занятие закончено. Спасибо. 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 Спасибо.